Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается... ...своимотношений автора... ...женщины... ...с родителями мужа. Вот. Она говорит, что пыталась наладить отношения с ними. Вот. Ну, чувствовала... ...чувствовала всегда наличие стены между... ...между... ...между ними, между ними. И, соответственно, в один прекрасный момент это все удалось объяснять в виде... ...там, некоторых скандалок, недомолок, оскорблений и так далее. Автору вопроса больно сейчас. Она говорит, что ей до сих пор больно. Вот. Родители мужа вроде как готовы пойти на примирение. Но говорят только, что он... ...после того, как измениться автор. Вопрос. Вот. Смотрите. Значит... У вас такой довольно объемный текст, где вы... ...пишите о... ...своих каких-то действиях, о действиях родителей, мужа... ...собственно, на самом муже. Вот. И, во-первых, мне кажется, что вы довольно стремительны, импульсивны и... ...порывисты. То есть это вот прям первое, что... ...бросается в глаза. То есть вы не замечаете элементарно... ...того, что с вами происходит. То есть вы не замечаете своих чувств. ...вот. Вы не замечаете, например, того, как вы себя обесцениваете... ...а... ...с легкой руки. Ну, достаточно с легкой руки, скажем так. Вы себя обесцениваете. Вы не замечаете того, что... ...как-то вот одобрение пытаетесь заслужить. И не замечаете того, что... ...эээ... ...в какой-то момент отношения с мужем превратились в отношения с его родными. То есть вы уже как бы не в отношениях с ним... ...находитесь. А вы находитесь уже... ...вот... ...вот... ...вот отношениях с его, в общем-то, родителями. Вот этого слова не замечаете. То есть это проблематика личных границ, в первую очередь. То есть, да... ...конечно... ...конечно... ...ээ... ...никто не... ...там... ...отрицает... ...того факта, что... ...искренность и открытость – это хорошо. ...но... ...не тогда, когда... ...нарушаются вот... ...эээ... ...границы... ...эээ... ...эээ... ...взаимодействия. ...вас они нарушаются. Мне кажется, что... ...связано это с вашей такой мечтой... ...построить... эээ... ...дручную... ...ээ... ...семью. ...и countries... ...вот. ...иными словами... ...эээ... ...ээ-э... ...а... ...ну... ...окружить... ...эээ... ...собя... ...людьми... ... rondom... ...лидьми... ...вот... ...крулить себя... ...глюдьми. ...окружить себя людьми... ...эээ... ...обо... ...тупо чувствовать себя защищённым. Т.е. на родителей мужа вы смотрите внизу вверх, как их ребёнок, вас метают от вот этого восприятия их к восприятию напротив, то как бы сверху вниз, то сверху вниз, вас метают. И в итоге отношения выстраиваются не на равных. Ну а люди, они чувствуют такое отношение к себе. И, соответственно, реагируют. Реагируют обыкватным образом. Ну, понятно, со своей точки зрения, но тем не менее. То есть реагируют, ну, вот так, как могут. Да? Это очень, на мой взгляд, важно понимать. Как мне кажется. Для того, чтобы в этой ситуации адекватно себя чувствовать. Ну вот. Давайте я сейчас зачитаю несколько моментов, значит. Возможно, я увлеклась этой темой, потому что старалась давать максимально полезные советы. Вот. Которые мы пользуемся сама, но на тот момент отец впервые сорвался на меня, то я занимаюсь всякой фигнёй. А я на минуточку учился очно в медиа и ещё смещал с меня работу. Да? То есть вы как будто пытаетесь доказать, доказать, что вы знаете. Что внутри себя так не ощущаю. Вы пишите мамой, вот тогда меня защитила и просто ввела в другую комнату. То есть, как бы, это вот потребность защиты. То есть вы хотите, чтобы вас защищала. Дальше. Потом у сестры мужа был для родителей, где она хотела познакомиться с родителями. Просила моего мужа тоже присоединиться. Меня не позвали. Меня это очень задело. Я почувствовал себя не нуднее, все сделано. Вот. Мать такая штука. То есть, ну, люди могут, имеют право вас не позвать. А у вас сразу готовность почувствовать себя не нуднее. Это значит, что вы себя внутри не цените. Нет у вас ценностного такого отношения к себе. Дальше это вот от обиды уже. Как вот. Ну, вот. Дальше. Возможно, мне было глупо, но мне так больно обидности. Мне захотелось обо мне об этом надо. То есть, как бы, ну, вот. Да, у вас внутри чувство не нуднее. Вы от него бежите во внешний мир других людей. Когда вас с этим сталкивают, вы общаетесь и хотите отомстить. Вот. Дальше. Вот вы пишите. Он приехал, тоже был не спокойный. Муж имеется в виду так, ему было некомфортно, что у меня не было. То есть, опять же, как-то вот у вас отношения очень похожи на созависимость. Вот. Поговорили. Поговорили. Я ему объяснила свои чувства. Помирились. Как именно помирились. Да. То есть, как именно происходит у вас примирение. Вот. И вот сестра, оказывается, еще показывала мою историю. Мужа смеялась, что там одна издевается. Мне такое поведение не допустило. Ну. Как бы. Одно дело, если для вас что-то неприемлемое. Другое дело, если вы требуете от людей какого-то поведения. Я человек открытый, поэтому если общаюсь, то от чистого сердца. Ну. В данном случае, в данном случае, это больше похоже на то, что у вас ожидание у других людей. Вот. Я не люблю такое, не люблю, когда вмешиваются в мою семью. А как, как это, как в данном случае происходило вмешательство здесь, если по сути вы сами говорите, что хотели, чтобы они увидели. Вот они увидели. Не очень понятно. Но опять же, это важно с тем, что вы себя не знаете. Я ее заблокировал в социальных сетях. Каждый год родители собирают у себя дома родственников, и на это я не поставил сутки на эту дату. В этом году они решили перенести дату, ссылающие родственникам стараться неудобно. Мне было очень обидно. И да, эти события переселились вечером, когда я решил устроить для себя ужас. Я чувствовал себя не принадлежащей к этой семье, и меня это очень сильно радовало. Ну, что здесь хочется сказать? Здесь хочется сказать, что вы действительно не принадлежите этой семье. Вы принадлежите больше семье, которая вас может. с мужем. А вы хотите стать частью чего-то большего. Человек хочет стать частью чего-то большего, когда он не чувствует ценность в самом себе. Вот с этим нужно работать. С культивированием ощущения чувства собственной ценности. Вот. На утро, после моей обиды и нашего примирения, муж был настроен поговорить. Ну, вот тут похоже на манипуляции. На манипуляции. Вам само нужно строить отношения без мужа, если вы хотите. Вот. В итоге, на встречу я пришла, пришлось перенести сутки. Следовательно, я после них приехал на семейный обезд. На минуточку я работаю в реанимации. Это институционно просто невозможно. Ну, вот опять же, да, как бы, то есть, вы, как бы, действуете как будто бы на износ, да, абсолютно, то есть, жертвуете собой. Судя по всему, абсолютно спокойно относитесь к тем, что вы обижаетесь, что вас, если вы обижаетесь, то есть, обиду вы как проблему не рассматриваете, а это проблема. Вот. И вы пишете, знаете, что я была очень уставчива, но все равно их уважила. Вот. Опять же, вопрос зачем? Ну, я сильно сомневаюсь, что вы делали это для них. А вот. Потом наступил мой день рождения. Его мама мне отправила картинку с поздравлением. Я поблагодарил, и вроде все было хорошо. Я ушла на сутку и узнали, что мыть очень сильно поздравилось с родителями не понравилось. Ее мама поздравила мне картинку, он прибавлял этот день, и она звонила ему, чтобы спросить, как он себя чувствует. Он сказал, почему она мне не позвонила и хотя бы друг другу попросила мне передать. Он думал, так ему просто подладают наши дыры в отношениях. В целом мы и так хорошо общаемся. Да, и тут уже идет социальное нарушение. Нарушение личной границы все совсем путается. В итоге я рассказал, кто я такая, чтобы она мне звонила, что я настраиваю его просто в них и все в таком духе. Но опять же, да, это то обычно что получается в ответ на манипуляции. Тогда я их к себе приглашал в гости, мы с горячей к слову, они не приезжали тогда. Отец после кучи гадостей про меня сказал, что мне нравится, как разговаривал, как одеваться и так далее. Я узнал это через сутки, так как вне конфликта я работал, я была в шоке. Разве я не настраивал мы же против его родителей, старался сделать отношения с родителями к малой семье. Я понимаю, это невозможно. Вот это прикол. То, что просто дети живут отдельно от родителей. Отдельно у родителей своя семья, у вас своя. Конечно, я отругал мужа, что он отменил наше приглашение в гости. Но опять же, да, вот тут-то вы ведете себя соответственно, как родители уже с мужем отругали. Вы же ему не мама. Вот по итогу оказался я, да, потому что вы с собой жертвы в данном случае. Моего мама заблокировала мой контакт, я там пыталась поздравить его. Так вот, уже год мы общаемся особо, ну, как бы, и что, вот у меня скрывается такое ощущение, да, что у вас, как бы, кроме родителей мужа, больше никакого социального круга, где вы можете реализоваться, нет. Так, мне не сложно измениться, но они меня очень сильно унизили и обидели. Я не хочу давать им силы, что я теперь могу делать там все, что хотел. Ну, пока вы в них нуждаетесь. Они правда могут с вами делать все, что хотят. Вот. Мне это очень большая рана. Ну, боль, ваша боль, да, можно помочь прожить. Я понимаю, что вам боль, но природа эта боль совсем другая. То есть вы себя чувствуете брошенным в время и боитесь быть брошенным. Ну, вот. Мне очень больно узнать, что у меня такие отношения с его родителями, что они так со мной вас зовут. Задайте вопрос, почему вам это важно? Родители не должны к вам хорошо относиться. Вот. Потому что меня не полюбили, улыбались на глаза, а за глаза оказывается вовсе не полюбили. Да, то есть это проблема в любви родительской фигуры у вас. Это ваша собственная проблема, с которой нужно работать. Это как раз повод пойти на психотерапию. Вот. Почему мне это супер больно? Сейчас у вас внутри, идущий с детства, конфликт и страх быть брошенным и конфликт, что вы никому не нужны. Вот. И со своей жизнью вы пытаетесь доказать. Вот. Работа на двух работах, жертву с собой и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я скажу страшную вещь, но возможно вы чисто для кого-то ничего не делали. Вот. Я вероятно ошибаюсь, может быть вы и делали что-то, но как правило, как правило, и исходя из того, что вы написали. Вот так. Вам это будет неприятно, я знаю, вы не согласитесь с этим. Вот. Это ваше право. Ну вот, с точки зрения психологии это выглядит сейчас так. Так. Вот. То есть по большому счёту вот вы, ну, не являетесь самостоятельным. По большому счёту, под вопросом вашей личности. Вот. По большому счёту, под вопросом ваша взрослая модель поведения. Не ребёнка и родителя, как вы взаимодействуете с родителями, с родителями мужа и с мужем. А именно взрослого, где вы на равных. Вот. А вы, обратите внимание, вот первый, первое пламя вашего текста, это про что? Про то, что вы вот заискиваете. Заискиваете. Натурально заискиваете и пытаетесь заслужить любовь. Ну вот, к вам так и относятся. Кстати, к сожалению, потом уже когда пошли манипуляции, когда уже пошли обиды, потому что это же всё требует ресурсов, сил. Это же всё как инвестиция. То есть я сейчас, вот, я сейчас буду с кем-то хорошим, да, и потом меня полюбят. Нет. Это так не работает. Тут на поведенческом уровне ошибка в чём? Что меня могут полюбить только за что-то. Вот. Как-как-то так. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.